жизнь всегда назначает состязание твоей судьбе она же идет на помощь когда судьба в ней нуждается всем доброго времени суток с вами кирилл и собственно продолжаю проходить detroit become human уже у нас на очереди 14 серия почему мне такой грустный голос потому что наступила осень уже да и это грустная на самом деле новость потому что идут дожди холодает и все прочее ну ладно сейчас мы играем поэтому нам не до этого мы продолжаем продолжаем проходить тут вообще зима то есть если тут осень тут вообще зима получается ну зима уже тут давно серии 34 зима здесь уже в игре вот мы перенеслись за кэру то есть в прошлой серии получается мы за маркуса за маркуса до влились в здание огромное такое и всем признались и просьбу даже не просьбу приказ объявили что андроиды должны быть свободными за конора мы это расследовали но к сожалению конора мы слова потеряли не знаю постановит ли его в третий раз я вообще без понятия будем очень надеяться потому что это мой любимый самый персонаж ну и перенесли собственно за кэру сюда вот алисы нету я уже давно проходил что не помню где алиса а это мы просто перенеслись в этот зимний домик последний раз мы же вроде катались на каруселях если я не ошибаюсь на каруселях катались за кэру именно по моему да или мы что-то еще делали я уже забыл я ищу роз она здесь зачем она вам мне надо поговорить она не хочет говорить уходите пожалуйста это очень важно я роз вы меня ищите мы не сказали вы нам поможете помогу идем лучше в доме поговорим понятно наверное это rose относится довольно таки прилично к андроидам ну по крайней мере мы это посмотрим узнаем это из дальнейших событий думаешь и можно верить так вот алиса мы должны следовать за роз верить я уже опоздал немножко ладно пошли иди чё чё делать а стоп ты сюда покажу дойти а вот поговорить ты как и сразу согреешься без шапки конечно ну тут ситуация такая мы разбегали мы не успели ни хрена ничего из дома взять этот просто ужас какой-то вообще так что вот такие дела такой идти-то следовать за роза где-то роста где на есть вот она она же она же ушла куда-то другое место ладно пойдемте сюда где стоит лютка машина здесь я что же не пойму а вот сегодня ходить ходить рост и хочет ни с кем разговаривать для какой-то непонятный да у нее температура мы ночевали под открытым небом она устала наверху свободная комната уложи-ка ее в постель а я принесу поесть она заболела проводи их наверх разумеется на устала потому что когда температура у человека он чувствует себя грубо говоря хуёво так что разумеется она устала с температурой всегда хочется спать не спать и всегда такая усталость идет ну народ но вы понимаете что когда высокая температура то всегда клонит просто полежать даже не то чтобы поспать и просто полежать в кровати ну вы понимаете у меня недавно была температура недели три назад и я это понимаю прекрасно поэтому что тут можно вообще говорить так ну давайте наверх пойдем я думаю нет необходимости что что-то здесь осматривать так что да и паша мой друг да папаша до сказал что это далеко еще не финал когда я думал что уже с маркусом уже будет финал но нет нет и также нужно еще раз узнать что же случится с конором воскреснет ли он в третий раз или уже нет непонятно ну будем будем надеяться как говорится на надежда умирает последний последний так куда собственно идти наверно в эту открытую область скорее всего до разу на юг нужно отправляться на юг раздеть алисы да вы серьезно что вы творите взрывочки так раз тут смотрите получается как народ когда нажимаешь на какой-то вот кут кут небольшой кут там нужно не просто нажимать и дергать да нужно нажать ждать секунды три а только потом начать дергать и только тогда будет уже идти уже процесс я это понял вот как сейчас раз ждем и продвигаем направо то есть нажимаем на левую кнопку мыши ждем три секунды и только тогда дергаем на право ну ты должна выздороветь тебе надо поспать отдохнешь как следует и завтра пойдем дальше почему люди нас ненавидят мы ничего им не сделали может это просто непонимание может им нужно время чтобы понять кто мы на самом деле почему нельзя просто поговорить они поймут что мы хорошие не знаю что ты любишь но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти ухты ты мигом станешь на ноги а это температуры спасибо ну что 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 эта женщина хорошая это точно в этом я не сомневаюсь она нас точно не обманет но по крайней мере я на это надеюсь змеется поцеловать и просто же уйти правильно да народ передвинул я камеру налево не смог удержаться тут получается идет процесс идет выбор то есть правильно мы сделали то есть не то что правильно неправильно именно как нас благодарят ли нас персонажи или наоборот не благодарят то есть либо красненькая фигня либо синенькая галочка на синенькая благодаря понимание синенькая а красненькое недоверие и моя веб-камера закрывала собственно вот эту вот рамочку я передвинул ее налево передвинул налево поэтому такие вот дела ну что же мы идем куда-то еще вот смотрите вот нажимаем на кнопку мыши жду и теперь передвигаю налево а до этого не получалось первые разы потому что я быстро сидел так не надо удерживать очень вы поняли все не буду не будем об этом об управлении у нас сюжет что нужно сделать теперь нужно теперь поговорить поговорить с этой хозяйкой ну надеюсь она так как как там его зовут того златоус или как его зовут нас не обманет а очень это надеюсь потому что златоус сначала по первой встрече тоже казался хорошим а потом взял и заточил кэру капец а сын серьезно сын я думал это андроид присядь с нами в этой же игре все сосредоточено на андроидах это очень странно что он ее сын но расскажи мне как вы сюда попали девиант и ребенок отец ее избивал и когда я это увидела у меня внутри что-то сломалось почему-то ее жизнь вдруг стало важнее моей я хотела ее защитить и мы сбежали я поняла вы сыном вдвоем живете мой муж умер два года назад а а мы сыном крутимся как умеем вот овощи выращиваем на продажу живем небогато на еда на столе всегда есть это радует не знаю как вас благодарить алиса бы не вынесла еще ночь на улице я просто стараюсь выручить где могу правильно чем почему вы помогаете люди чаще нас ненавидят было время когда и к моим сородичам относились как скоту нередко выживали только те из нас кому помогали добрые люди говорят вы переправляете андроидов через границу нам поможете единственный путь по реке а зимой она замерзает это очень рискованно а после ролика того андроида по телевизору все теперь на нервах я думаю вам лучше переждать здесь пока все не уляжется мы не можем жить в бегах алисе нужен дом и нормальная жизнь в них живете нам надо через границу как угодно прошу помогите нам это еще кто так какая-то девушка подошла странно странно страну какая-то девушка подошла кроуз так она отключилась что пока не понимаю что в принципе происходит мы сбежали вместе все мечтали как мы будем жить на свободе вот девиант такой я люблю больше всего на свете как же без нее смысле ты ты андроид у тебя чувств нет алё это как как это ладно шучу у них есть чувство по крайней мере в этой игре вы посмотрите даже какие чувства у кэр и калисе разумеется андроидов есть чувство так что это очень странно что у робота вообще блять есть какие-то чувства да это вам странно мне кажется алиса встала что ты делаешь тебе надо спать я не хочу спать кофе что ли выпила я помню позавчера тоже кофе выпил вообще спать не хотела долго это девушка вообще это андроид или человек идем алиса у нее там под водоладочкой что-то вообще есть или нет то есть она встала получается на штабке не надела ничего не надела и пошла просто все в порядке и так болеет и еще плюс ходит босиком еще по холодному полу ну капец алиса ты чё хочешь еще больше заболеть после всего что сегодня случилось слишком опасно знаешь что будет если полиции найдет нас посадят мам ты это понимаешь посадом мы это уже обсуждали нет я больше терпеть не стану ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин они не машины они живые я живой ты живая а они они роботы и ты бы этого не делала был бы папа с нами а ну не смей говорить со мной в таком тоне я не пойду в тюрьму за то что ты с ними возишься все хватит да тебе ничего не понять и девочки отсюда да вот уходи правильно вообще не пьете сердца нет это видимо гвозди стоят вместо сердца блин начать с матерью оговаривается блять ты там смотри у меня не оговаривайся больше еще оговаривается что-то он там разрешил пизде ну нет он взрослый но все равно так хочется сказать слово пиздюк но не могу он взрослый да но это его не защищает он оговаривается хотя народ кто собственно не оговаривается с родителями все все наверняка постоянно не постоянно но бывает такое что ссориться спорят с родителями это нормально это с жизни так и должно быть без этого никак а куда идти дальше поговорить просто поговорить так понятно ты не слушай на него просто иногда находит он никак не не смириться что отца нет он хороший мальчик а что отца андроид убили что я пойду выясню удастся ли переправить вас сегодня ладно подождите я ненадолго ну разумеется она переживает вот хоть один человек оказался понимающим сфере андроида да именно она скорее всего нам ну не скорее всего она хочет нам помочь не знаю что может произойти какой закон подлости но тем не менее это у него конечно ножки так читать опять какая-то анкета эти люди похожи вообще очень на людей из содружества получается ходячие мертвецы те кто смотрит ходячие мертвецы сдалека эти люди похожи если так сдалека посмотреть на этих самых людей из содружества таких белых костюмах капец не 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 сначала мы ой порадуйте себя лицо кэра серьезно ладно прочтем здесь сначала большие бонусы я не вижу слова все закрывает белый снег я не помню что там написано придется вглядываться что делать а вот надо нагнуться банкиры столько тебе платит столько себе платит президенту уоррен и в сговоре с киберлайф третья мировая война кто в ней победит если в арктике и правда начнутся боевые действия кто победит россия имеет более удобный доступ к спорной территории зато америка окружена союзниками россия обладает технологическим преимуществом и и андроиды способны работать при температурах ниже нуля то есть получается и в россии есть андроиды в игре имею ввиду военно-морской флот сша оснащен андроидами моделей троянец и мирмедонец от киберлайф они специально адаптированы для сражений на море в то время как русские полагаются на модели ледорез способны порубать путь сквозь толщу льда толщу льда обе армии находятся на одном уровне а гарри грейтон президент всемирного совета по территориальному распределению назвал претензии сша и россии на арктику одинаково неубедительными и одинаково циничными представитель оон также прокомментировал то есть эту ситуацию где соперники идут ноздря в ноздрю именно потому что силы равны нужно любой ценой избегать конфликта в этой войне победителей не будет да к сожалению это так вот и кэра стоит а x400 по цене от восьмидесяти девяносто девяти долларов это но придумана в киберлайф сделано в детройте лучше android для помощи хозяйству народ так я получается понял что это трое в принципе детройт это не игровой город детройт он а в реальной жизни по моему существует детройт город короче народ напишите в комментариях точно ли существует детройт город детройт в реальной жизни по моему существует просто я узнал о городе Детероид, тогда, когда поиграл в эту игру. До этого я не знал, что такой город в принципе есть. Вот такие вот дела, да. А, тут нету страниц. Просто вот реклама. Лучший андроид для помощи по хозяйству. Ну да, лицо Кэры стоит. Такое вот идеальное, так скажем, лицо. Лицо андроида. Звонок. Прячься. Открыть дверь. Найти улики, указывающие на девиантов. Осталось еще четыре. Открыть дверь. А зачем нам открывать дверь? Надо наоборот уходить. Что говорить? Что выбирать? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Надеюсь, у нас не сдаст. Может чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей. Так, найти улики, указывающие на девиантов. Осталось еще четыре. Приготовить кофе. И где же я буду искать эти улики? Наверное, по этому вот сканеру. Правая кнопка мыши. Скорее всего. Там еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. А, надо было соврать. И что делать теперь? Не вызвать подозрений. Найти улики, указывающие на девиантов. Осталось третье. И где я буду их искать? Эти улики, они даже не подсвечиваются, в принципе. Тут тоже ничего нет. Что у нас здесь? А я даже не знаю, что это. Что и как. Вот. Тут что-то еще есть. А, вот приготовить кофе. Надо приготовить ему кофе, чтобы он просто сел на одном месте и вот сидел. Скорее всего, да. Я так думаю. Только что сам выпил кофе, но не стал уже ничего рекламировать. Перед началом данного видео, как это было раньше, теперь все вернется, так скажем. Но это просто буклет. Это не совсем этот самый. Это просто буклет. Это ни о чем не говорит. Куда идти дальше-то, вопрос. Найти улики. А где еще улики-то? В принципе, где они могут быть-то? Они даже не подсвечиваются. Спасибо. Так, кофе он пьет. Вот то чувство, когда ты проходишь первый раз и нифига ничего не знаешь. Нужно вот думать. Как в реальной жизни. Что же делать? Потому что жизнь-то она одна. И тут попытка тоже, по сути, одна. Потому что если попытки здесь будет две, то Пашенди меня убьет. Если я буду переигрывать второй раз. А, это буклет. Вот, давайте откроем сейчас. Пока он там ходит, мы здесь откроем дверь. Я думаю, и... И войдем. А, закроем дверь, точно. Закроем дверь. Осталось еще две. А где же еще найти улики-то? Пока он ходит. Пока он ходит. Где еще улики-то? Тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам. Эти... Андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Да уж. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Видели таких? Ха-ха-ха, не сдаст. Нет. Нет. Я... Я ничего не видел. Нет, не сдаст. Молодец. Райан не ругался. Просто он, видимо, был не в себе. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Собака, она в прачечной спит. Извините за беспокойство. Приехал вечер. Повезло. Пока, Адам. Я же сам боюсь. Я боюсь, как будто это реальная жизнь. Такое чувство. Серьезно. Повезло. Хотя мы не все улики с крылья, кстати. Мы не все улики с крылья, но, тем не менее, нас не спалил. Что было бы, если бы мы не скрыли улики? Просто вот интересно. Что бы было? Так, ну вот еще. Минут 20 поиграем. Мы Будя. Так, полицейский ушел. Да, все нормально. То есть, никто нас не спалил. В этом хоть мы справились. Продолжить. Наш ролик во всех новостях. Она знает. Они услышали в словах Маркуса угрозу. Он поступил правильно. Люди понимают один язык. Насилие. Конфронтация. Это тупик. Насилием ничего не добьешься. Правильно говорит что? Саймон отдал свою жизнь. Саймон отдал жизнь за нашу цель. Да какая разница? Он герой. Он погиб за революцию. И он не последний. Я не хочу кровавой революции. Ну, живи рабом. Если не хочешь сражаться за свободу, может, ты ее не заслуживаешь. Говорит как главный. И что нам теперь делать? Жить. Вот что делать. Жить дальше как-то. В Детройте пять магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали. Они же под охраной. И везде сигнализация. Разделимся на пять групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно. В два часа ночи. Без насилия. Нифига не понимаю. Нифига не понимаю. Заткнитесь вы уже. Дайте комментирую. Нифига не понимаю, народ. Опять игра зависла. На одном месте просто застыла. Но я ее все-таки как-то продолжил. Но этот момент я вырежу. Вы ничего не увидите. Короче, я не знаю, в чем вообще беда. В чем проблема этой игры. То тормозит, то лагает, то вылетает. У меня ревилотч новая, современная игра. С хорошим движком, с хорошей графикой. Ни разу не зависала, не вылетала. Это вылетает. То ли дело в том, что это пиратка. То ли дело в том, что комп у меня не справляет. Не знаю. Потому что другие современные игры, современные игры, с хорошей такой же графикой, ничего плохого не происходит. А вот здесь начинается тупизна. Не знаю почему. Без понятия. Честно вам признаю. И так все снизил до минимума, кроме разрешения. Без понятия вообще. Не знаю, что с ней не так. То ли движок какой-то сложный. То ли реально с движком беда, что нужно еще мощнее процессор, чтобы обрабатывать данные и видеокарты. Не знаю. Не знаю, в чем тут беда. Без понятия. Кто играешь, играешь, все хорошо. Кто играешь, начинается. Ну, угонишь. В общем, выбежали мы в город. Порядок, они уехали. На месте полиция, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Так. И где у нас какая цель? Найти магазин Киберлайн. Следовать за Норт. Ну, давайте. Расследуем. Тут у нас город. Может быть, потому что большой открытый мир. Может быть, в этом беда. В Ревиллс, там же, по сути, только одна деревня. Там все прогружается, по сути, быстро. А здесь огромный город. Открытый мир. Вот поэтому, наверное, и требуется мощнее системы. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Так, 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 так. Давайте, да, надо спешить. Надо торопиться осмотреть район проникнутый магазин. Изучить. Вот, ставят андроиды на вывески. Домашнее хозяйство и услуги личного помощника. Дата выхода 2038 год. Так, что еще? А, ну они все одного и того же типа, понятно. Это какого-то другого типа уже. Домашнее хозяйство и услуги личного помощника. 2036 год. Интересное кино. Ну, мы же уже исследовали. Так, что еще? А, вот еще третий вид. Уборка и содержание офисных помещений. Октябрь 2036 год этого выхода. Выпуска, так скажем. Что еще тут есть? А тут больше ничего-то, в принципе. А, нет, что-то еще есть. А, идентифицировать сеть. Сеть распознан. Так, ну вот теперь можем двигаться дальше. Нейтрализовать систему. А где она находится? А, понятно. С чего начнем? Наверное там точно. Я определил тип охраны системы. Сможем ее отключить. Иди за мной. Точно. Вот это был бы хороший таран. Главное сейчас не затупить. Самое главное. Так. И как? Что делать надо? Что надо делать? А, вот. Какие-то андроиды еще стоят. На остановочке, так скажем. Ты свободен. Ничего себе. Маркус имеет возможность освобождать андроидов. Серьезно. Так, ну а что делать-то? Автомобильную дорогу лучше перекрыть. О, а что? От нас-то что требуется? Провести разведку. Да что-то что-то происходит. Пробудить. Мы должны всех пробудить. И освободить даже. Чтобы нам помогли добиться помощи. Мы превосходим их во всем, но почему-то моих рабы. Скоро это изменится. Как ты можешь превосходить человека, если человек тебя же создал. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Осталось 8 минут. Так, стоп. Куда дальше? А, сюда. Ты свободен. Да не все одинаковые какие-то эти дворники. Так, а что теперь делать? Может быть что-то здесь? А, вот. Смотреть. Скоро вы будете с нами. Надеюсь. Надеюсь, а что? Так, 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 так. Теперь что делать нам? Вот, что-то здесь надо делать. Вот, наконец-то персонаж бежит. Так. Короче, народ. Надеюсь, сейчас я не сольюсь. Все будет хорошо. Ну, давай, открываем. Замок кусил. Ну, а чего мы ждем? Давай, давай, давай. Сосредоточься. Прыгать. Должно успеть. Ну, мы внутри. А вот теперь поехать. Ёлы-палы. Что там, миллион кнопок нужно сжимать. Ты просто собьем. Да, точно такой же прибор есть в Resident Evil 7 и 8. Да, вот эти вот щипцы. Они в Resident Evil 7 и Resident Evil 8. Есть точно такие же, естественно. Ну, те, кто играл в ревилл, это шери 7, те знают. Все, сейчас подготовимся к действию. Будем действовать. Будем высвобождаться. Ну что, поехали, погнали. Протаранить магазин. Осмотреть площадь. Ну, что ждать-то? Что ждать? Так. Едем. Так, управление у меня... Мое, или это он управляет? Надо удерживать В. Ну да, он, скорее всего, управляет. Мне просто нужно кнопку отбежать. А всем транспортным средством управляет он. Маркус. Я знала, что мы повеселимся. Дави на газ. Дави на газ, блин! Вот это было столкновение, да, вообще. Сигналка сработала. Про сигнализацию забыли. Копы скоро будут здесь, уходим. Стой, Маркус! Нельзя же так бросать свалит. Слишком поздно, Норд. Не вышло. Надо было сначала осмотреть площадь. А потом уже... Это моя ошибка. У нас получилось. Магазины захвачены. Наши на свободе. Идем к Эрихону. Ничего не вышло. Наши так и остались торчать в витринах. Это мы виноваты. Это я виноват. Я все испортил. Хорошо, что хоть другим удалось. Как ты мог так напортачить? Я думала, ты знаешь, что делаешь. Я сделал, что мог. Прости, не оправдал твоих ожидания. Этого недостаточно. Между нами и людьми война. Ошибемся. И все, нас уничтожат. Судьба нашего народа в твоих руках. Нет права на ошибку. И выбора нет. Печаль-беда. Не оправдали мы судьбу. К сожалению. Это и Норд. И доверие не оправдали. Ой, за Маркуса всегда какая-то тупизна, блин. За Кэру все отлично, все хорошо. За Маркуса и выбор неправильный. И игра тормозит. И за Маркуса ничего не везет вообще, в принципе. Ну, не знаю. Посмотрим. Вам пришлось спасаться бегством. А, ну тут просто выбор такой. Это не плохой выбор. Это просто такой выбор. Если бы был плохой выбор, то тут бы стоял бы черепочек. Так что ничего страшного, думаю, не будет. Все нормально. А вот и новый Коннор. Да. Да. А ты все бессмертен, а? Вроде того. А я-то надеялся, что ты уже не явишься. Я просто машина, заменяющая другую машину, лейтенант. Не вижу тут повода для эмоций. Пошу ты. Так я ничего не сделал даже. Камский ушел из Киберлайфа 10 лет назад. Зачем с ним встречаться? Так. Да, возродили нам Коннора. Дойдем до первого сохранения. И думаю, можно заканчивать уже будет. Ну и что мы стоим? Кого мы ждем? А. Серьезно. Это же эта самая девушка на меню стоит в ванном меню этого экрана, игры-то. Серьезно. Она тоже андроид. Вот мы увидели эту девушку, да. А то я смотрел на нее постоянно в главном меню экрана, думаю, кто она такая, что она, кто она, какую роль она играет в самой игре. Оказывается, вот она. Андроид какого-то Камский, да. Да. Она ничего так. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Дождаться андроид. Ой. Да уж. Давайте присядем, посидим, что ли. Да емое. Белая девочка. Вы правы. Она прекрасна. Да. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед создателем. Как ощущения? Камский один из величайших гений 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Особенно, когда он создал... Особенно, когда он создал андроида, который еще и воскрешает три раза подряд. Слез в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Ничего себе. Этот портрет прям как настоящий. Ну, в смысле... Настоящая анимация. Не игровая, а... Такая. Ну, как фильм. Изучить. Ну, что ты исчезаешь. Элайдж ждет вас. Так, ну пошли течу. Нифига себе. Какой бассейн. Так, а что? Куда что идти? Мистер Камский! Минуту, пожалуйста. А, вот он. Вот он сидит. Плавая в красном каком-то бассейне. Ну, это не красный бассейн. Это просто подсветка красная. Кажется, что вода красная. На самом деле нет. Вода здесь и самая обыкновенная. Так специально подсвечивают. У богачей так, да. Кто бы мог подумать. Еще какие-то две девочки. Скорее всего, андроида. А, ну да, 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 да. Они еще одинаковые. Да. И все одинаковые девочки, да. Те, которые из меню. Что-то не верится, что он мог вот создать. И он гроет. А, вот теперь может и верится. Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительное создание. Идеальные существа с безграничным интеллектом обрели свою волю. Машина лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Что-то он как антагонист говорит. Девиация распространяется наподобие вируса. Мы думали, вы что-то об этом знаете. Идеи это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Разумеется, я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Он как Люцифер говорит. Я ничего не могу хотеть. Я машина. Хлорь. Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная. И вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может личность? Живая душа. Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос. Ты охуел? Ты что творишь? Я не буду в нее стрелять. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. И что выбрать? Тоже больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам заблокировать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Расследование важнее. У него таких, как она... Заткнись! У него... Дай мне сказать-то, блядь. И я тебе все расскажу. У него таких, как она, много этих девушек. Поэтому можно и выстрелить. Ничего, думаю, не будет. Или не стрелять. Я не знаю, что сделать. Худется выстрелить. Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Так у него таких, как она, много. Вот еще сидят две такие. Дай один вопрос. Я на него отвечу. Я хочу знать, где Иерихон. Иерихон. Блаженный островок свободы. Туда идут девианты, восставшие против создателей. Они передают друг другу фрагмент кода, чтобы указать путь туда. Вот тебе ключ. Станция Ферндайл. Это вход. Испытал, блин, на свою голову. Бедного Конора. Конора усложнее всех. В этой игре. Кстати. Я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Вот так взял и пристрелил девчонку. Это не девчонка, лейтенант. Это машина, имеющая вид человека. Приставил пушку ей к голове и нахер вышиб ей мозги. Я сделал все необходимое в интересах расследования и повторил бы, если бы пришлось. Разумеется, я машина, лейтенант, а вы что, сомневались? Я думал. Я думал. Я думал. Пошу ты. Пошу ты. Ну, что поделать Хотелось выбрать что-то нестандартное Кто же знал Я думал, что у Хэнка важнее всего будет именно расследование Я хотел именно посмотреть на реакцию Что ему дороже именно расследование, а не жизнь Так я думал, что дело в том, что у него же не один этот робот У него вот сидят три, три одинаковые такие же девушки Три одинаковые То есть если бы мы были одну Ничего бы не произошло в принципе Потому что у него три еще таких целых И там даже еще скорее всего больше даже точно таких же одинаковых девушек Тут-то все, тут-то и оно Тут-то и оно, в этом-то все и дело Вот, даже еще и здесь эта девушка даже есть И здесь точно такая же девушка Даже уже четыре Ну, что делать? Что поделать? Да, вот такие вот дела, народ Это была четырнадцатая серия С прискорбью Сообщаю, что Скорее всего мы выбрали неверный Неверное решение мы выбрали За Конора Но что же делать? Ну, а подведем итоги Собственно, этой серии Значит, за Маркуса Мы тоже вроде бы остались в живых Но выбрали, опять же, неверный Неверно выбрали Неправильно выбрали Скорее всего Потом за Кэру Вот за Кэру вроде бы все хорошо Да, за Кэру мы вроде бы справились Это хоть что-то радует Из-за Конора мы Также остались в живых Но выбрали неверно То есть получается Два раза неверно И один раз верно Два против одного То это получается В общем плане Серия Серия такая Немножко неудачная Так скажем Ладно Посмотрим, что нам покажут Другие серии И что нам покажут Собственно, в мое вмешательство В эти серии А это была 14 серия Detroit Become Human С вами был я, Кирилл Увидимся В следующей серии Народ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok